короче что я уже запарился с выбором с этим и не могу уже то что мы посмотрели с тобой надо это все это нам собрать в одну кучу и все-таки сделать плюс и минус и подписчикам не покажешь все что мы посмотрели столько хлама пересмотрели на самом деле из бушек если честно они все какие-то уже прошлого знаешь это вот ненастоящего друзья мои всем привет сегодня второй день выбора бушного автомобиля для антона сегодня мы посмотрим три машины если получится первое у нас land wind dx3 пороги классные чего не хотят за ним так он за нее хочет 58 а я хочу за нее 50 слушай за 58 тысяч мне кажется хорошая машина хорошая прям приятная единственный land wind чего не с гарантии но гарантии есть гарантии есть да да давайте присядем посмотрим что у нас есть суши так это андроид линк стоит у него возле 29 тысяч ну 30 да окей но прикольно в общем английского нет у нас есть вичат интересно ну кому-то нафиг не надо мне есть есть в общем английского нету на старт энджин с левой стороны да он вынесен регулировка партроники антизанос спуск с горы цвет такой да мне кажется интересный черно-синий да и двери прям такие вставочки вот эти вот кожаные антоха здесь полторашка влезет смотри нормально и вен боковые шторки смотри камера 36 градусов даже есть отстойная правда слушай кармашек прикольный у тебя есть на кармашек тоже есть да ну смотри у тебя ноги нормально поместились здесь на руле у нас камера 36 градусов с правой стороны круиз-контроль установку круиз-контроля скоростной лимит шайба переключение в таком стеклянном стиле интересном сделано до ка . прям вообще огонь у меня сюда коляска то влезет полноценно прямо так это зеркало с регистратором сразу же да только не работает почему-то регулировки нет что есть по высоте и по вылету вот необычно что кнопка запуска находится с этой стороны а чё сзади то место много даже ничего себе слушай ну блин тут мои длиннющие ноги смотри поместились нормально прям вообще четко это я сам за собой сел здесь есть классная кнопочка называется лимит чтобы означать поставить ограничение в скорости в максимальной для гаусу это прям класс то есть лимит это есть круиз-контроль тоннель для чего здесь сзади тоннель не знаю может это только мы сказали в прошлом ролике что у всех электромобилей тоннеля нету как он как он вдруг появился может это просто ну типа потому что это бензиновая версия изначально машина переделали тебе бензиновую под электро да так она есть так что подушки безопасности смотри дал четыре есть здесь спереди да вон она да спереди в руле в руле здесь а 6 стойки стойках еще и а еще сзади прикольно нет но полены за этой функции надо брать по-любому все опускается поднимается достаточно все аккуратненько кондер кондер работает хорошие светодиодики симпатично смотрится этот дизайн все таки ну заводи завел так а я забыл сколько у него двиган киловатт 120 я смотрел а я забыл посадка супер пошла но за 90 точно за 90 киловатт однозначно руль классный приятный обхат стекло закрой шумку проверим шумочку проверим ok вот теперь можно шумку проверить как типа управляемости хорошо но подвеска что-то бринчит там ну шумка неплохая он как бы мотор слышно правда задетом дань как хорошо тебе слушай ну очень удобная комфортная машина классно что руль не дешманский динамика неплохая динамика очень хорошая она с пробуксой ушла радиус разворотика смотрим неплохой слушай нормально маленький радиус вообще почти как на моей это это сокол с хохолком сокол или ястреб слушай ну машина просторная такая удобно комфортно что попробуем ускоримся ну свистит она будь здоров на начале да у меня такого нету и но она тугая конечно на разгон с нуля вот просто вообще тугая у нас четыре человека здесь извините-ка у меня ливан тоже при полной загрузки не разгоняется правда в твоих словах зеркала хорошие с подогревом когда идут дожди они запотевшие ты включаешь и все и класс нужно прям нужно по батарейке что-то 44 процента у нее да за по сходу сколько схода я не вижу 110 осталось 44 процентов тоже есть 110 это не 350 получается не 350 это расход смотри 21 киловатт это я сейчас топнул это он считает наверно тоже по текущему да по текущему так на чем то хоть и мнение 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 тачка классная за эти деньги я тоже считаю что классно раздорная надо еще смотреть и едем смотреть едем смотреть то что даже в голову не приходило до вчерашнего дня минивэн минивэн мне кажется на данный момент я больше всего нравится ровый рови больше всего нравится рови а и 5 больше нравится потому что все-таки универсал типа много места просторный место просторно но вот в него садишься и он такой вообще дедушкин согласен дизайном уже внешне именно именно если мы говорим про бушку а так и ну внешне он ничем обычный дизайн не выделяется он просто вот какую-то знаешь вот машина 90-х годов я бы ее так назвал но ничего такого в ней абсолютно нету и внутри тоже никаких-то вот фишечек навороток вот ну нету ничего такого чтобы но хорошая цена и хороший запас хода да то есть можно реально 75 тысяч его не найти большим пробегом и от 85 найти с пробегом там 20000 и более-менее свежую хорошо что скажешь про черри тига и черри тига классный вариант но можете по 110 стоит в нормальной комплектации 120 125 максималка база 100 мы про новый говорим кузов про обновленный мы на канале вы не показывали еще нет если интересно ребятам то покажем принципе там разницы с со старым кузовом минимальная разница внешне минимальная но внутри ты прям садишься уже вот вот уже автомобиль хотя бы там 2000 на 19 года ребят мы отсняли уже материал про черри тига и нового поколения рестайлинговая версия но сомневались выкладывать на канал или нет потому что ну в принципе большой разницы именно по движку и по компоновке нету только именно дизайне самому по движку там 90 киловаттный движок старый версии то же самое было старой версии то же самое там по двигателю до абсолютно ничего не поменялось уже интересно мне кажется если бы ушку взять если чуть был чуть был данный был может быть даже с стресс драйва машину что тебя в ней смущает объем багажника вот во всех машинах кроме урови везде объем багажник какой-то ущербный каких-то машинах отдается непонятное предпочтение задним пассажирам вот прям вот такой такое учение что там будут великаны по три метра ростом сидеть а про багажник совершенно забываете опять же смотри сяопен сяопен g3 принципе сама машинка маленькая по сравнению опять же стига и она как-то внутри садишься в ней но она меньше кажется такая объемная как тига и и багажника там вообще нет вот мы как-то семьей останавливаюсь в отеле и там рядышком был выставочный центр тигри по этого сяопена g3 с коляской с которой мы путешествуем я ее не смог засунуть никак вообще вот тупая даже коляску туда не смог засунуть чемоданчики g3 мне даже салоне не нравится она тесноватая для меня для моих длинных ног мне мне некомфортно сидеть поэтому и плюс ценник у нее как бы она отметается там из плюсов только что есть автопилот за да то есть это нужно постараться найти бушную чуть-чуть был с автопилотом в пределах она то-то с копейками был мастер уай май которая белая лошадь либо который чемпион x5 вот мое личное мнение дизайн вот то есть экстерьер но просто мне вообще отталкивает вот у меня отталкивает и все салон хороший просторный спереди а сзади по крайней мере в тех версиях которых я ездил мне посетливилось это сделать дважды всего лишь навсего но я попадал так что там как в моей вишне под под передними сиденьями нету пространство то есть ты ноги не сможешь под передние сиденья засунуть хорошо геометрия тогда сишка да дорого был смотрел нету ладно тогда с козырей зайду да я угадаю а и он не айон нет на джави она мне очень понравилась плане цены и в плане вот ну вот какая она какая она простая но вроде бы в общем тот ценник за которую продают идеальные сейчас уже даже появляются бушки да но знаешь я чё понял я понял что я готов заплатить за машину побольше то есть я пробил у себя внутренний так сказать порог убедил себя что ладно давай не будем жмотничать на тачке все-таки и на джави классная и багажник у нее зовут она хотя бы и мелкая но относительно мелко у него багажник как у получается у на джаю и можно в принципе уже даже за 55 тысяч взять топовую комплектацию я видел пару объявлений но она едет всего 102 километра в час это минус согласен да я понял что я хочу хотя бы 120 хотя бы 120 вот 102 иногда копейш по трассе где разрешенные 120 и ты вроде бишь на максималках он обгоняет им но вот на джави в общем как вариант но я мысленно согласился с собой что окей 100 тысяч я готов потратить а на 100 тысяч есть уже машинка ты знаешь которую но мы еще не смотрели с тобой не щупали хорошо давай тогда пойдем по пути того что ты сейчас уже владеешь джаком давай просто повысим на один уровень возьмешь не шестерочку возьмешь 7s бушку бушку получается на 301 километр хода да и на 402 на 301 километр хода батарейка 39 киловатт а на 402 километра хода 49 киловатт то есть и вот в общем на 400 километров хода очень сложно найти машину они либо они все находится где-то очень далеко либо большой пробег уже и опять же у нее максималка 102 ну да это уже не интересно опять ограничение и получается куда ни плюнем не получается что ну я не шибко выиграю в смене автомобиля мы сейчас ездили с тобой смотрели land wind x3 мне кажется очень достойный вариант вот по цене которой они отдавали в целом плюс торг наверное это хорошая цена но там батарейка какая-то капец заявлено 350 запас хода километров я думаю ну 250 будет проезжать в лучшем случае да но багажник большой комфортная посадка куча подушек безопасности в целом там не понравилась подножка чтобы у меня мелкой запрыгивать выпрыгивать это удобно мелочь но но приятно меня смущает дилерская поддержка я копал копал вроде бы есть я звоню вы обслуживаете электрокары нет нет так приехали на вторую локацию сейчас будем смотреть электрический минивэн вот он меня пробег пугает сколько сейчас посмотрим она 5 местные до там по он поднимается не лет нет они нифига да зато эти сиденья можно убрать вперед полностью вот так вот вот так раз это полу пассажирская версия а пассажирская полностью версия она предусматривает что здесь будет еще третий ряд сидений у него таких нет вместо очень много то есть по сравнению с тем что мы смотрели эта машина конечно просторнее ну и стоит она оба циката шачан санван по чего такой минивэнчик заявленный запас хода у него 320 километров на одной зарядки по факту ну бушка наверное километров 250 280 проедет 116 тысяч пробег и он да где грешно где граждане работала ну да в доставке ну она в 18 года официально давай хоть присядем посмотрим счетчик да проедемся на ней так давай проверим кондер есть общение включили кондер машины в принципе заведена тут ничего хитрого нету а как я отсюда выйду потихонечку как у меня в машине тоже нужно там тормозом ну да нужно про провернуть типа как вот бензиновую машинку джинь джинь сделать только здесь просто тюнк и все так у этой движок 90 киловатт и это нам мягонько до 16000 пробега мне кажется у него батарейка вообще ушат на нажал на педаль тапка в пол она думает она сильно долго думает запас хода не вижу не работает а вот давай посмотрим и на самом деле просто я понять не могу все верят что в китае скручивать пробеги но почему у этой машины пробег не скручены тогда да мне просто ну я я наверное верю то что пробег все-таки не скручивают кондюр не работает пробег не показывает запас хода не показывает машина убитая чё нам или что ли начистили а фасчерч не есть да а здесь у нас стандартная зарядка да а окей крютецкий открывается вот здесь мне тут блин я не знаю но она машина то уставшая конечно и брать не буду но я бы поискал бы такую же машину более свеженькую с минимальным пробегом хотя бы до 70 просто мы тут в интернете наткнулись на то что в целом можно вот такой вариант машины найти за хорошую стоимость и хочется посмотреть и хочется 7 мест до хочется 7 мест вот того что вот поднял вот как как гулинги в последнем раз у тебя волшебным образом 7 мест образовалась был классный вариант машина называется сина gold джем 3 по своей комплектации он больше похож на хонда одиссей вот по объемом поместительности но дилерской поддержки в общении все компания zero она типа пробегает 400 ее там их скидывают уже по смешным ценам на 7 местная она внутри космос если сломалась то если сломалась то все решать сам свои проблемы мы посмотрели с тобой не до минивэн да вот этот чанан чана на у чхан там чханг син что-то вот что-то очень сложное название в общем если брать по объему багажника и поместительность мне кажется это вариант как раз таки твой но груза пассажирский я бы ее взял бы знаешь чтобы доски на серфинге возить они все из-под карга они с ним смысле все из-под грузоперевозок ну и дальше мы с тобой рассматривали дон фэнг дон фэнг тоже они все все ушатанные и смысла конечно нету дон фэнг е 11к автомобиль похоже из-под такси на одном заряде по идее проезжает 400 километров по факту наверняка будет меньше пробег наверняка огромный да сколько там пробег сейчас будет сюрприз ну-ка ну-ка если здесь лёха сядет 19 600 смысле вон 19 600 да быть такого не может а ты говоришь не скручит пробеги конечно не может быть видно что она ушатная смотри резина костер то я двадцать тысяч ты развеял мы едем розовые разбил мои розовые очки абсолютно зарядки все в ноздри здесь медленная и здесь быстрая подписчики спрашивали почему не чинан бен бен потому что мы уже озвучили в ролике про чинан что если сравнивать на джи ви и чинан то все-таки на джи ви выигрывает антон значит смотри я тебе сейчас помогу сделать выбор я нашел тебе покупателя на твою красную машину мы сейчас едем и продаем твою машину и после этого я думаю у тебя я буду получше искать у тебя будет больше мотивации найти автомобиль и мы сделаем это в ближайшие дни я думаю что мы уже близки к разгадке и скоро скоро мы все узнаем какую же машину выбрал наш дорогой друг антон и вместе с ним порадуемся и по тестим ну давай еще на выставку сгоняем на выставку вот там вот она вот будет вот буквально вот хорошо на выставку и после этого ты делаешь выбор делаю выбор да ладно давай потолок я у тебя повышаю потолок какой потолок тебя будет ну давай 100 то есть принципиально 100 принципиально 100 хорошо ставим тогда цель максимальную планку 100 тысяч юаней все что выше отбрасываем сразу чтобы нам упростить выбор ну что все решили решили все пожмем руки ребят если вы не подписались на наш канал сделать это прямо сейчас а мы продолжаем поиски сейчас мы едем продавать автомобиль антона а затем едем на выставку все это вы увидите в наших следующих выпусках поэтому оставайтесь с нами так друзья мои антоха меня достал своим выбором автомобиля замучил меня ездим ездим ищем машины ищем а он еще не может выбрать короче заставил его продать свой автомобиль чтобы быстрее думал все нашел покупателя передает автомобиль останется без колес и после этого быстрее примет решение так что ждем скоро новый автомобиль антона